РКО Радио Пикчерс представляет Катину Паксину, Лео Глена, Кирка Дугласа в фильме «Траур к лицу Электри». В картине также снимались Нэнси Коуман, Генри Халл, Сара Олгуд, Тарстон Холл, Уолтер Болдуин и другие. Композитор Ричард Хейджман Оператор Джордж Барнс Режиссер Дадли Николс Возвращение домой Попутный ветер Режиссер Дадли Николс Режиссер Дадли Николс Сэд! Эй, Сэд! Слышали новости, Сэд? Генерал Грант призвал Ли сдаться? Это пока еще неофициально. Силы небесные, если это правда, сегодня вечером в городе не останется ни одного трезвого мужчины. Отпраздновать это дело наш патриотический долг. Боже, какой красивый дом. Да, но не всем позволяется подходить к нему близко, чтобы посмотреть. Есть кто-нибудь дома? Никого. Миссис Мэннон в Нью-Йорке. Мисс Лавини отправилась в гости к Хейзу. Режиссер Дадли Николс Стоил владельцу кучу денег. Я помню, как Старик Мэннон, он уже 20 лет как мертв, снес старый дом Мэннонов и построил этот. Они, наверное, ужасно богаты. Да уж, Мэнноны пользовались здесь большим уважением на протяжении почти двухсот лет, и, надеюсь, люди этого не забыли. А как дом выглядит внутри? Мы никогда в нем не были. Мы с Луизой. И вообще мало кто из городских там бывал. Вы не позволите нам посмотреть хоть краешком глаза, мистер Беклетт? Нет, Мэнноны очень строго относятся к непрошенным гостям. У нас для вас есть галлон спиртного. Что ж, если вы пообещаете никому про это не говорить... Это кабинет Эзеры Мэннона. Эзера — генерал, верно? Да. Лучший солдат у всей армии Гранта, черт возьми. Это его портрет. Он похож на судью. Он и был судей. Как же он учутился в армии? Когда он был молодым, он служил солдатом, участвовал в мексиканской войне, дослужился до майора. В тот год умер его отец Эйб Мэннон. Эзер вышел отставку и возглавил судоходное предприятие Мэннонов. Заодно изучил закон и стал судей. Он был мэром города, когда началась эта война. Да. Но он сразу отказался от этой должности и снова вступил в армию. А теперь он стал генералом. Эзера — талантливый человек. Да. Этот город по праву гордится Эзерой. Чего нельзя сказать о его жене? Мы не о ней говорим. Пойду поищу ключи от второй комнаты. Не серди его, Луиза. Он так гордится своими мэнонами, будь они неладны. Не могла удержаться, чтобы не съязвить по поводу жены Эзеры. Он начинает вести себя как Мэнноны. Такой важный, нос задирает. Даже стал похож на них, проработав здесь всю свою жизнь. Все в городе знают этот взгляд Мэннонов. На это выражение лица перенимают даже их жены. Словно маску надевают. Они не хотят, чтобы люди узнали их секреты. Секреты? У Мэннона есть свои скелеты в шкафу, как и у других. Только они похуже будут. Когда я была молодой, весь город обсуждал скандал, в центре которого оказался Мэнон и служанка-француженка, которая работала на отца Эзеры. В конце концов, ему пришлось жениться на ней, и Эйб Мэнон выгнал его. После этого Эйб построил новый дом. Он построил его из одной лишь ненависти. Ненависти к его родной плоти и крови. Тихо. Какая красота. На чем же они заработали такие деньги? Судоходство. Его корабли плавали под флагом Мэнонов еще в клониальное время. Вот его отец. Он был очень влиятельным человеком. Проповедовал Евангелие в Салеме, когда там сжигали ведьм. Я слышал, что никто не знал больше про ад, огонь, пожирающий грешников и вечные муки, чем он. А это... Это Эйб Мэнон, отец Эзеры. Он построил этот дом. Он одним из первых запустил западную судоходную линию через океан. Заработал кучу денег. А это кто? Это... Это отец Эйба, дедушка Эзеры. Он служил офицером в армии генерала Вашингтона. Сет, по-моему, здесь не хватает еще одного Мэнона. У Эйба был брат, не правда ли? Да, Дэвид Мэнон. Где он? Он уехал на запад. Там и умер. Я провожу вас. Смотри, Минни. Это портрет жены Эзеры. Это жена Эйба. Нет, я говорю про этот. Надо же, какая красивая, правда? На мой вкус, слишком уж не здешняя у нее внешность. Это их дети. Лавиня и Орен. Наверное, это фото сделано еще до того, как он пошел на фронт вслед за своим отцом. Так, слушайте, мне надо работать. Это Питер Найлс и его сестра Хейзл. Она хорошенькая, не так ли? Полагаю, Орен думает то же самое. А Питер, он влюблен в мисс Винни. Они помолвлены, Сет? Или у него есть соперник, капитан Брэнд, которого сюда частенько приглашают? Я провожу вас к выходу. Чертовы сплетницы. И вся эта дурацкая болтовня насчет Дэвида. Наверняка новость об окончании войны, правда. Поскорей бы Эзер вернулся. Здесь происходит что-то странное. Люди сплетничают про этого капитана Брэнта. Это его корабль в пристане. Но на борту его нет. Говорят, он живет в Нью-Йорке. Но где Винни? Она сказала матери, что идет в гости Хейзл и Питеру Найлсом. Но она солгала. Это совсем не похоже на Винни. Следующий раз, когда поедешь в Нью-Йорк, возьми с собой лавиню, хорошо? Да, папа. Орвар, папа. Музыка. Музыка. КОНЕЦ 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 Сегодня в городе праздник, мэм. Все отмечают победу. Им стоило подождать. Новости еще не подтвердили. Ты не сказал, что Лавиня дома. Я не видел, как она пришла. ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ КОНЕЦ 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 Винни! Винни! Ответь мне, пожалуйста, что-то случилось? У меня болит голова. Я уже в постели. Добрый день, миссис Мэннон. Питер. Хейзл, как ты, дорогая? Здравствуйте, миссис Мэннон. Питер. Никак не можешь насмотреться на лавиню? Я сто лет ее не видел. Посмотрите на него, он ревнует, боится, что у него появится соперник. Ей что, не здоровится? Просто головная боль. Думаю, ей нужен ты. Тот, кто суетился бы около нее. Что я тебе говорила? Ты найдешь ее в доме. Беги, малыш. Тебе же до смерти хочется ее увидеть. Конечно. Извините меня. Есть новости о Борине? Нет, с тех пор, как я показала тебе то письмо, дорогая. Вы же не думаете, что он ранен, миссис Мэннон? Разумеется, нет. Он со своим отцом. Мы бы уже узнали об этом. Ну, полно, полно, дорогая. Винни, я везде тебя ищу. Как дела, Питер? Отлично. Майорана зажила, и я получил приказ вернуться на службу, но думаю, теперь его отменят. Новость уже подтвердилась? Пока нет. Ты услышишь выстрелы с форта и салют, когда это официально подтвердится. Не буду притворяться, что я герой, который хочет вернуться на фронт. С меня довольна. Надеюсь, ты тоже будешь рада. Когда Орин и твой отец вернутся домой? О да, отец. Я так надеюсь, что он скоро вернется. Ты любишь его, да? Винни, я пришел спросить тебя кое-чем. Ты сказала мне когда-то подождать, пока война не закончится. Что ж, похоже, война вот-вот завершится. Я не могу выйти замуж. Я буду нужна отцу. У него есть твоя мать. Я нужна ему больше. Мне жаль, Питер. Я не могу объяснить. Ты знаешь, насколько ты мне небезразличен. Ты и Хейзл, и Лорин, и я, мы выросли вместе. Не надо это менять, Питер. Конечно, я не буду, Винни. Ты передумаешь. Если ты не любишь кого-то другого, что насчет этого таинственного капитана, который навещал тебя? Ты думаешь, это имеет для меня значение? Я только имел в виду, что люди говорят, что он ухаживает за тобой, и он мне ненавистен. Я боялся, что... Ладно, ничего. Между прочим, кто он такой? Ну, на самом деле, я немного о нем знаю. Мама познакомилась с ним у дедушки в Нью-Йорке. Он рассказывал много историй, но я не обращала особого внимания. Он отправился в море юношей. И он был в Калифорнии во время золотой лихорадки. Он плавал по всему миру. Какое-то время он даже жил на острове в Южном море. Так он говорит. Звучит романтично. Это его занятие. Быть романтиком. Питер, ты ничего не говорил матери про меня? Что он про тебя не говорил, Винни? Он только что сказал мне, что он не видел тебя сто лет, моя дорогая. Питер, сегодня Винни сама не своя. Но не принимай это близко к сердцу. Она сердится на меня, а не на тебя. Что ж, пожалуй, я пойду. Приходи завтра. Иначе она сама побежит к тебе. До свидания, Винни. До свидания, Питер. Всего хорошего, миссис Мэннон. До свидания, Питер. Теперь я понимаю, почему ты избегаешь меня весь день. Угрызение совести. Ты не будешь отрицать, что ты лгала мне, говоря, что ты идешь к Хейзл? Нет, не буду. Что ж, тогда уверена, ты расскажешь мне, где ты была. Я намерена это сделать. Как себя чувствует дедушка Хэмил? Гораздо лучше. Он так часто болел в этом году. Скоро он снова будет делать обход своих пациентов. Он передавал тебе привет. Кстати, я случайно встретил капитана Брэнта на улице Нью-Йорка. Он сказал, что сегодня он собирается на свой корабль и спросил, может ли он зайти повидаться с тобой. Ты этому не рада, Винни? Поэтому ты сорвала цветы? Потому что придет капитан Брэнд? Ты не слышала новости? Это значит, что отец скоро вернется. Я не слышала выстрела и грохот пушек с форта. Услышишь. Уверена, что я надеюсь на это так же сильно, как и ты. Как ты можешь говорить такое? Не разговаривай со мной таким тоном, пожалуйста. Я должна буду поговорить с тобой, мама. Скоро. Когда пожелаешь. Ты всегда делаешь из всего тайны, Винни. К чему ты клонишь, Сет? Тебе не кажется, что этот бренд кого-то напоминает? Твоего отца? Нет, Винни. Отца? Да, точно. Вот почему мне казалось... Да, он похож и на Орина. Он похож на всех Мэннонов, которых я знал. Особенно он напоминает брата твоего дедушки, Дэвида. Я знаю, что у Мэннонов даже нельзя произносить его имя с тех пор, как он ушел. Но до тебя наверняка доходили слухи, верно? В доме работала одна служанка. Дэвиду пришлось жениться на ней, потому что она ждала ребенка. И твой дедушка выгнал их обоих, разрушил дом и построил этот. Какое отношение к этому скандалу имеет капитан Брент? Правда странно, что ни о Дэвиде, ни о его жене ничего не было слышно после того, как они уехали. Твой дедушка однажды сказал мне, что у нее родился ребенок. Это был мальчик. Как же он ругался. Так вот, я и подумал об этом ребенке. Не могу поверить, нет. И еще одна странная вещь. Его зовут Брент. По-моему, придумано имя. Кажется, что оно сокращенное от другого имени. Помнишь, как звали ту француженку? Мари Брентом. Брентом? Не говори глупости, Сет. Он бы носил фамилию Мэннона, очень гордился бы ею. У него есть веские причины не называться Мэнноном, когда его приглашают сюда, не так ли? Это было бы ужасно. Я... Я вот к чему клоню. Винни. Ты должна проверить это. Ради твоего отца. Как? Застегни его врасплох. Скажи ему прямо, без обиняков. Посмотри, может он разоблачит себя? Кажется, он уже идет. Его походка тоже напоминает мне Дэвида Мэннона. Если бы я не знал, что это он, я бы подумал, что это призрак Дэвида возвращается домой. Хорошенько подумай об этом, Винни. Капитан Брент? Добрый день. Надеюсь, вы не против того, что я зашел вот так, запросто, без церемоний. Ваша мама сказала мне, и ей пришлось отойти ненадолго. Значит, мне повезло. У меня не было возможности остаться с вами наедине Лавини с того вечера, когда мы гуляли при Луне, помните? Что вы думаете по поводу новости о капитуляции генерала Ли, капитан? Вы сегодня очень официально, Лавини. Мы ждем скорого возвращения отца. Садитесь. Благодарю. Да, вы должны быть очень рады мысли о том, что снова увидите своего отца. Я люблю отца больше всех на свете. Полагаю, это обычное дело. Дочь ближе к отцу, а сын к матери. Я думал, вы исключение из этого правила. Почему? Порой вы так похожи на свою мать. Вы обе напоминаете мне человека, который очень дорог мне. Вы решите, что это странно, когда я скажу вам, что это была моя мать. Я ни капли не похожа на мать. Все знают, что я пошла в отца. Сегодня вы приводите меня в замешательство, Мисс Лавини. Простите, если я выскажусь резко, но за что вы на меня сердитесь? Возможно, я льстил себе, но я думал, что я вам нравлюсь. Вы забыли тот вечер, когда мы гуляли вдоль берега? Мама говорила вам, что вы можете меня поцеловать. Бросьте. Вы же не думаете, что я должен был просить разрешения? У меня было не такое строгое воспитание. В любом случае, я не просил разрешения. И от этого поцелуй был не менее сладок. Наверное, в тот вечер я слишком много болтал про корабли. Но вам кажется, и вправду был интересен мой рассказ про острова в Южном море, где я потерпел кораблекрушение. Я помню, как вы восхищались местными женщинами. Вы сказали, что они узнали секрет счастья, потому что они никогда не слышали, что любовь может быть грехом. Они живут словно в раю, рядом с Богом, как было до того, как грех вошел в жизнь на этой земле. Блаженные острова, где можно забыть о грязных человеческих желаниях, богатства и власти. И грязных желаниях любви. Всякий раз, когда я вспоминаю о этих островах, я думаю о вас, Лавиния. Как вы шли рядом со мной тем вечером, и в ваших глазах отражался лунный свет. Не прикасайтесь ко мне, вы лжец, Лавиния. Я довольна лгать. Чего еще ожидать от сына служанки, француженки? Хватит. Никто из Мэннонов не станет оскорблять ее, пока я жив. Значит, это правда. Вы ее сын. И что, если так? Единственное, чем я могу стыдиться, это грязной кровью Мэннонов. Слишком хорош для сына служанки, да? Видит Бог, вы были счастливы в тот вечер. Я просто вводил вас в заблуждение, чтобы разузнать про вас. О нет. Я знаю, ваш отец напичкал вас ложью о моей матери. Хотите знать правду? Значит, вы тоже трусиха, как и все Мэнноны, когда дело доходит до правды о вас самих. Спорю, что он никогда не говорил вам, что ваш дедушка Айп Мэннон любил мою мать. Это ложь. Мстительная ревность заставила его отречь от моего отца и обделить его в предприятии. Он не обделял его, он выкупил его долю. Заставил продать ее за бесценок. Вы это имеете в виду? Мой отец был трусом, как и все Мэнноны. Он стал пить. Однажды ночью он пришел домой абсолютно пьяный и ударил мою мать по лицу. Это настолько меня взбесило, что я ударил его кочергой и поранил ему голову. Я сказал, что не хочу слышать. В последующие дни он сидел, уставившись в одну точку. Однажды вечером он ушел и не вернулся. На следующее утро его нашли в сарае, он повесился. Это был его единственный порядочный поступок. Моя мать винила в произошедшем меня. Я сбежала, ушел в море. Я забыл, что у меня была мать, я лишь взял часть ее фамилии. Я бы никогда не стал носить фамилию Мэннон. Когда я вернулся в Нью-Йорк, она умирала от болезни и голода. Она уничтожила остатки своей гордости и написала вашему отцу с просьбой дать ей денег в долг. Он даже не ответил. Он мог бы ее спасти, но оставил умирать. Он также повинен в убийстве, как и те, которых он посылал на виселицу, будучи судьей. Вы смеете так говорить об отце? Если бы он был здесь, я бы сказал ему то, что говорю вам. Что я поклялся на теле матери, отомстить ему за ее смерть. Полагаю, теперь можете гордиться, что вы сделали это самым подлым и гнусным способом, достойным сына служанки, каковым вы являетесь. Я же сказал, прекратите говорить про нее. Значит, моя мать единственное средство для мести отцу, не так ли? Я не понимаю, о чем вы говорите. Скоро поймете. И она тоже. Лавиния, ждите здесь, пока я вас не позову. Эти неподтвержденные новости должны быть совсем вскружили тебе голову. Послала ко мне Энни, чтобы я немедленно пришла. Она сказала тебе, что я отдыхаю. Тебе лучше сесть мало. И еще одна тайна. До начала лучше скажи, где ты была, пока меня не было. Ты призналась, что ты лгала? Да. Где ты была? В Нью-Йорке. Я следила за тобой, и я видела, что ты встречалась с Брентом. Ну, я... Мне сказала, что я встретилась с ним случайно. Ты была у него в комнате. Он хотел познакомить меня со своим другом. С одной леди. Я видела тебя с ним наедине. Он сказал, что хочет поговорить со мной о тебе. Он просил моей помощи, чтобы завязать отношения с твоим отцом. Как ты можешь так лгать? Как можешь ты так низко пасть, используй меня, чтобы скрыть свою ужасную вину? Винни, хватит лгать. Я видела тебя в его объятиях. Ты подлая и бесстыдная. Я говорю это, несмотря на то, что ты моя мать. Я знала, что ты ненавидишь меня. Но не знала, что настолько. Хорошо. Я люблю Адама Брента. Как можешь ты так говорить? Без тени стыда. Как ты можешь поступать так с отцом? Ты бы поняла, если была бы замужем за человека, которого ненавидишь. Не говори так перед его образом. Я не стану слушать. Станешь. Теперь я говорю с тобой как женщина, а не как мать с дочерью. Сейчас это родство не имеет значения. Ты назвала меня подлой и бесстыдной. Так вот, я хочу, чтобы ты знала. Именно так я про себя и думала на протяжении 20 лет, каждый раз оказываясь в его объятиях. Прекрати говорить такие вещи. Я любила его до замужества. Но брак вскоре превратил мою любовь в отвращение. Значит, я родилась из чувства отвращения? Я всегда подозревала это, мама. С тех пор, как я была еще ребенком, когда я бежала к тебе с любовью, ты всегда отталкивала меня. Я ненавижу тебя. Единственное, что я могу испытывать по отношению к тебе, это ненависть. Я старалась полюбить тебя. Я говорила себе, что не любить свое родное дитя, которое вышло из твоего тела, бесчеловечно, но... Но я так и не смогла заставить себя почувствовать, что ты не только его ребенок. Ты всегда оставалась для меня первой брачной ночью моего медового месяца. Ты любила Орина. Почему ты не испытывала ненависть к нему? Потому что к тому времени я заставила себя покориться, чтобы жить. И когда я носила его... Твой отец служил в армии в Мексике. Я могла забыть о нем. Когда Орин родился, казалось, что он мой сын. Только мой. И я любила его за это. Я любила его, пока ты и твой отец не заставили его пойти на эту войну. Это был его долг, как Меннона. Надеюсь, ты понимаешь, что я бы никогда не влюбилась в Адама, если бы рядом со мной был Орин. Когда он ушел, у меня ничего не осталось, кроме ненависти и жажды мщения, жажды любви. Потом я встретил Адама. Я увидела, что он полюбил меня. Он не любит тебя. Ты лишь только средство для мести отцу. Ты знаешь, кто он на самом деле? Он сын той служанки-француженки, которую дедушка выставил из нашего дома. Значит, ты узнала. Ты надеялась, что это станет для меня страшным сюрпризом? Я уже давно это знала. Полагаю, это добавило тебе удовольствие к твоему позору. Будь добра. Переходи к делу и скажи, что ты намерена делать. Думаю, ты расскажешь ему обо всем, едва он успеет переступить порог. Нет, если ты не вынудишь меня сделать это. Ты знаешь, что отец публично отречется от тебя, и не важно, что это обернется скандалом. Я бы очень хотела посмотреть на то, как тебя наказывают. Так что, пожалуйста, пойми, что я делаю это не ради тебя, а ради отца. Да, у него плохое здоровье, я хочу оградить его от волнений. Я прекрасно понимаю, что мне не придется ждать великодушия по отношению ко мне. Давай ближе к делу. Я не скажу ему с условием, что ты бросишь Брэнда и никогда с ним больше не увидишься. Какая же ты дрянь, Винни. Я не отрицаю, что ты хочешь сохранить честь отца, и твое желание не вмешивать семью в скандал. Но не это настоящая причина, по которой ты решила пощадить меня. Это. Ты любишь Адама Брэнда. Ты хотела его для себя. Это ложь. Теперь ты понимаешь, что ты не сможешь этого сделать, и ты решила отобрать его у меня. Это смешно. Из-за твоего отца мне пришлось сойтись с Адамом. Он до сих пор был бы моим. Но ты не можешь вынести мысли об этом, даже если за это придется заплатить моим позором. Прекрати. Я наблюдала за тобой, когда ты была еще маленькой, и ты старалась делать в точности то же, что делаешь сейчас. Ты всегда строила планы занять мое место рядом с отцом и братом. Это ты украла у меня всю любовь с момента моего рождения. Ты сделаешь, что я сказала, или нет? Что если я откажусь? Предположим, я открыт уйду с Адамом. Что станет с твоим отцом и семьей после такого скандала? Ты будешь опозорен и сильнее. Но я буду с мужчиной, которого люблю, недолго. Отец занесет твоего любовника в черный список, и он потеряет свой корабль и никогда не сможет приобрести другой. Отец никогда не даст тебе развод. Никогда. Ты будешь якорем на шее Брэнта. Лишь от одного твоего вида он будет испытывать ненависть. И не забывай о своем возрасте, он еще будет в расцвете сил, в то время как ты превратишься в уродливую старуху. Ах ты, дрянь, ты. Я бы не стала такое говорить на твоем месте. Глупо было позволять тебе вывезти меня из себя. Ты хочешь получить мой ответ, верно? Что ж, я согласна сделать то, что ты сказала. Обещаю, что больше не будешь встречаться с Брэнтом. Да. Тебе самой придется сказать ему, что ты порываешь с ним? Да. Когда он придет? Он ждет снаружи. Мне пригласить его в дом? По-моему, расставание с ним дается тебе слишком легко. Думаешь, я дам тебе наслаждаться тем, как я убиваюсь? О нет, Винни, я не дам тебе шанса радоваться. Знаю, ты уже думаешь, как ты сможешь обмануть меня и нарушить данное обещание. Но лучше не пытайся. Я буду следить за тобой каждую минуту, и не я одна. Я написала отцу и Орину. Об Адаме? Лишь то, что дало бы им повод подозревать тебя и следить за тобой. Понимаю, что это означает, что ты будешь держать меня на привязи всю мою оставшуюся жизнь. Берегись, Винни, ты будешь виновна, если... Если что? Ничего. Я хотела сказать, если я уеду с Адамом. Конечно, ты знаешь, что я не смогу это сделать. Я ничего не могу поделать, только подчиняться твоим приказам. Ты должна воспринимать это как твой долг перед отцом, а не как мои приказы. Теперь пригласи его и скажи то, что должна сказать. И дай мне время уйти через другой выход. Я хочу, чтобы его не было в этом доме к тому времени, как я вернусь. В противном случае, я снова напишу отцу. Продолжение следует... Продолжение следует... Адам. Она знает? Да. Закрой двери. Не бойся, Кристин. Река Шенандо. Как же я хочу снова услышать шум воды. Ну что, надавила на него, как я сказал? Я выставила себя дурой. Здесь нет никакой связи, понял? Твоя идея была безумной. Хорошо, Винни, если хочешь, чтобы все так и было, я не буду спорить. Ты так говоришь, словно не веришь мне. Конечно, верю. Верю. Я верю во все, что ты хочешь, чтобы я верил. Я бы не проработал у Мэнона в 60 лет, если бы не делал этого. Сет? Да? Что за женщина была эта, Мэри Брентом? Она всегда смеялась и пела, резвилась и была полна жизни. Говорила на иностранном языке, как твоя мать. В ней чувствовалась какая-то необузданная свобода. Все влюблялись в Мэри. Даже твой папа. Отец тоже? Да. В то время он был еще юнцом, только начал взрослеть. Но он с ума по ней сходил. Вот почему он возненавидел ее больше, чем все остальные, когда узнал, что она и его дядя Дэвид... были вместе. Я не верю в твои слова, прадса. Ты перебрал виски. Мы должны решить, что делать. Не надо больше прятаться и врать. И видит Бог, я этому рад. Это занятие для трусов, и оно мне не по душе. Я просто не могу поверить в то, что он вернется домой. Я молилась, чтобы его убили на войне. Но если бы он умер... Теперь этого шанса нет. В этом плане, да. Почему ты сел туда? Это его кресло. Это все глупые мысли о том, как вы похожи. Когда он вернется, я не дам Винни получить удовольствие первое, рассказать ему. Я скажу ему сам. Я бы душу отдал за то, чтобы посмотреть на его лицо, когда он узнает, что ты полюбила сына Мари Брентом. Потом я тебя увезу всех на виду. И мы посмеемся над ним. Если он попытается остановить меня, что ты будешь делать? Если я буду драться с ним, я убью его. И тебя повесят за убийство. Если я оскорблю его прилюдно, ему придется драться. Ты думаешь, что заставишь его драться на дуэли? Он просто почувствует себя обязанным исполнить долг бывшего судей и арестует тебя. Здорово же ты отомстишь за смерть своей матери, позволив ему сделать из тебя посмешище. Если я увезу тебя на своем корабле, посмешищем станет он. Ты что, не понимаешь, что он никогда не даст мне развод? Кем я тогда стану в глазах людей? Моя жизнь будет погублена, а я погублю твою. Ты станешь ненавидеть меня. Не надо так говорить, Кристин. Я скоро постарею. Я боюсь времени. А насчет того, чтобы увезти меня на корабле, ты узнаешь, что у тебя нет корабля, потому что он занесет тебя в черный список. Если бы его убили, мы бы смогли пожениться. Мне бы досталось долю наследства Мэннона. Это было бы справедливо. Его отец украл у твоего не меньше. Ты мог бы купить свой собственный корабль и быть хозяином самому себе. Я всегда об этом мечтал. Ты была на борту попутного ветра, Кристин. Среди кораблей он такой же красавец, как ты, красавица, среди женщин. Если бы этот корабль был моим, я бы отвез тебя в Китай, на наш Медовый Месяц. А на обратном пути мы бы остановились у Блаженных Островов, о которых я тебе столько рассказывал. Там место для настоящей любви Медового Месяца. Да, но Эзра жив. Я знаю, это всего лишь мечта. Помнишь, я говорил о тебе, что в письме он жаловался на боли в сердце? Я ходила к доктору Блейку, нашему семейному доктору, и показала ему письмо Эзры. У него самый болтливый язык в городе, и я уверена, что уже все знают о слабом сердце Эзры. К чему ты клонишь, Кристин? Если бы сейчас он внезапно умер, никому бы и в голову не пришло, что причина его смерти – несердечный приступ. Я читала книгу в медицинской библиотеке отца, словно сама судьба заставила меня прочитать это. Я записала это здесь. Ты завтра отплываешь в Бостон, верно? Достань это, как только прибудешь туда. Придумай историю про какую-нибудь больную собаку на корабле, а потом, как достанешь, принеси это сюда. Я не могу на такое пойти, Кристин, тебя будут подозревать. Он принимает лекарства. Я дам ему лекарства. Я буду очень осторожна. Но если он внезапно умрет, Винни не будет? Она уже волнуется по поводу его сердца. А как же Орен? Он тоже скоро вернется? Орен поверит всему, что я скажу. Яд. Это трусливый способ. Думаешь, будет храбрее отдать меня ему и позволить отобрать твой корабль? Разве ты не говорил, что хочешь убить его? Но я бы дал ему шанс, а он дал шанс твоей матери. Что это ты стал таким щепетильным, когда речь зашла о его смерти? Наверное, в тебе заговорил Меннон. И вот, когда твоя любовь проходит испытание, ты собираешься доказать, что ты такой же слабый трус, каким был твой отец? Кристин, если бы подобное сказал мне любой мужчина, я... Ты никогда не думал об этом? Что он возвращается ко мне в постель? Может, твоя любовь лишь ложь, с помощью которой ты хочешь дешево ему отомстить? Прекрати. Я сделаю все, что ты хочешь. Глупо думать о том, как умрет Эзер Меннон. Вот теперь ты тот мужчина, которого я люблю. Не лицемерный Меннон. Слышишь? Это салют в честь его возвращения. Помни о своей мечте, о собственном корабле. И главное, помни, что любишь меня. Все твое. Твоя жена. Теперь ты должен идти. Она скоро вернется. А ты не очень хорошо умеешь скрывать свои мысли. Торопись, я не хочу, чтобы ты встретил ее. Теперь ты не осмелишься меня бросить, Адам. Не ради твоего корабля, не ради моря, не ради твоих островитянок, когда я постарею и стану уродливый. Играет музыка. Адам. 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 Отец! Отец! Винни! Кристин! Эзра! Замечательно выглядишь, Кристин. Красиво, как никогда. Комплименты настоящего мужа? Каким ты стал галантным, Эзра? Где Орен? Его ранили. Ранили? Я так и знала. Знала, что это случится, когда вы заставили его пойти на эту ужасную войну. Он погиб, да? Не говори так. Это неправда, да, отец? Конечно, нет. Твоя мать торопится с выводами по поводу своего сына. Я сделал из него мужчину, Кристин. Он совершал самые смелые поступки из тех, что я видел во время этой войны. Он все еще слаб, но через несколько дней он будет полностью здоров. Я не хочу, чтобы ты относилась к нему, как к маменькиному сынку, когда он вернется домой. Можешь не волноваться. Это чувство покинуло меня, когда он ушел. Экипаж ждет, Эзра. Добро пожаловать домой, генерал. Добро пожаловать. Как поживаете, доктор Блейк? Вы проделали большую работу, сэр. Этот город гордится вами. Ужасные новости, не правда ли? Убийство президента Линкольна. Теперь мы не знаем, что будет с этой стороной. Да, страшное несчастье. Но оно не сможет изменить ход событий. Надеемся на это. Вы выглядите усталым, генерал. Вы слишком много от себя требуете, учитывая ваш возраст. Давайте-ка я вас обследую через несколько дней. Как только вы отдохнете, я абсолютно здоров. Да, мы знаем. Что ж, не смею более вас задерживать. Доброй ночи, сэр. Всего хорошего. Миссис Мэннер, мисс Винни. До свидания, Блейк. Миссис Мэннер, мисс Винни. Мисс Винни, я ищу твою маму. Я снаружи Эзра. Как твое сердце, отец, не тревожит тебя? Не о чем беспокоиться. Я хочу знать правду. Если бы это было серьезно, я бы тебе сказал. Если бы ты видела столько смертей, сколько я за последние четыре года, ты бы не боялась смерти. Хватит с меня смерти. Сейчас я лишь хочу забыть о ней. Все, что я знаю, боль — это словно нож. Пока она длится, она выводит меня из строя. Доктор приказал мне избегать тревог и волнений. Да и неважно выглядишь, Эзра. Тебе пора ложиться. Да, пора. Но еще рано. Пожалуйста, отец, мы так и не поговорили. Почему ты говоришь, что он устал? Он прекрасно выглядит. Нам столько надо рассказать тебе. О капитане Бренте. Да, Винни написала мне, что у нас появилась компания. Чем он здесь занимался? Лучше спроси у Винни. Он ее кавалер. Она даже гуляла с ним при луне. Об этом ты не упоминала, юная лиди. Я гуляла с ним только один раз. Это было прежде, чем я... Прежде чем что? Прежде чем я узнала, что она хочет до любой женщины, что появляется у него на пути. Гость, что надо на время моего отсутствия. Уверен, он думал, что и мама с ним флиртует. Вот почему я подумала, что написать тебе об этом мой долг. Я подумала, что ты должен предупредить маму, насколько было глупо приглашать его к нам. Глупо? Это было совершенно... Я предпочитаю не обсуждать эту полную чушь, пока мы не останемся одни, Эзра. Если ты не против. Винни. Пожалуйста, оставь нас. Нет, это первый вечер, когда отец вернулся. Хватит пререкаться, вы обе. Я не потерплю этого в моем доме. Винни, тебе пора спать. Да, отец. Я так рада, что ты дома. Ты единственный человек, которого я буду любить. Я всегда буду с тобой. Надеюсь на это. Я хочу, чтобы ты оставалась моей девочкой. Хотя бы на какое-то время. А теперь марш в постель. Да, отец. И пусть ничего тебя не расстраивает. Я всегда буду заботиться о тебе. Сядь, Эзра. Теперь, пожалуйста, скажи мне, в чем ты меня подозреваешь? О, да. Твои глаза прощупывали меня. И все из-за этого дурацкого письма, которое Винни не имела права писать. Нет никакой причины подозревать тебя. Я просто подумал, что было глупо давать горожанам повод для сплетен. Больше не будем об этом говорить. Но я бы хотел, чтобы ты объяснила, как этот Брэнд оказался здесь. С радостью. Я встретила его у отца. И когда он заехал к нам, я не могла поступить с ним грубо. А что касается сплетен, судачили только о том, что он пришел поухаживать за Винни. Спроси любого в городе. Какая наглость. Наверное, я должна была приглядывать за Винни более тщательно, но отец заболел, и... Ты не представляешь, в каком я была состоянии, переживая за Орена. И за тебя, Эзра. Кристин. Я глубоко сожалею, что я был так несправедлив к тебе. Боялась, что меня заберет старушка смерть? Конечно. Мне снилось, что я возвращаюсь домой, к тебе, Кристин. Ты еще прекрасней, чем всегда. И не такая знакомая. Ты моложе. Я чувствую себя стариком рядом с тобой. Прости, Эзра. Я сегодня немного нервная. Я устала. Не надо было мне беспокоить тебя с этой глупостью насчет Брента. Я еще не привык к дому. Здесь так одиноко. Я привык к лагерю, где вечерами меня окружают тысячи людей. Возможно, это чувство защищенности. Не сиди, как каменная. Я хочу поговорить с тобой, Кристин. Я должен высказать свои мысли моей жене. Закрой глаза. Так мне будет легче выговориться. Не говори, Эзра. Во время войны всегда видишь смерть. Смерть становится такой обычной, что она перестает быть важной. Она позволила мне свободно думать о жизни. Странно, правда? Смерть заставила меня думать о жизни. До этого жизнь заставляла меня думать только о смерти. Почему ты говоришь о смерти? У Мэннона всегда был такой образ мысли. По субботам они шли в молельный дом и размышляли о смерти. Жизнь — это умирание. Рождение означает начало смерти. Смерть рождается. Как у людей появляются такие мысли? Какое отношение имеет этот разговор о смерти ко мне? Закрой глаза еще раз. Я размышлял о моей жизни бессонными ночами. И о твоей жизни. Будучи солдатом, мысль о смерти не имела для меня никакого значения. Но, будучи твоим мужем, моя смерть казалась странной и неправильной. Будто кто-то умирал, так и не прожив жизнь. И перед моим взором пробегали годы, когда мы были мужем и женой. Я лишь натыкался на стену, выраставшую между нами. Стену, прятавшую нас друг от друга. Но я так и не мог понять, что это была за стена. Я вспоминал войну в Мексике. Я видел, как ты хотел, чтобы я отправился туда. Я надеялся, что меня убьют. Может, и ты на это надеялась? Да? Нет, нет, я... Почему ты говоришь такие вещи? А когда я вернулся домой, ты стал уделять внимание только своему ребенку, Орину. Я перестал быть для тебя живым. Я старался заглушить свою ненависть к Орину. Я обратился к Винни. Но дочь не жена. Потом я решил погрузиться в работу, оставить тебя в покое и не думать ни о чем другом. Вот почему судоходного предприятия оказалось недостаточно. Почему я стал судьей, мэром и таким никчемным человеком? Друзья в городе говорят, что я способный человек. И к чему я способен? Не к тому, чего я хотел больше всего в своей жизни. Я не способен добиться твоей любви. Нет, я способен только на то, чтобы не думать о том, чего я лишился. Ты любил меня до нашей свадьбы. Это ведь правда, Кристин. Ты не будешь это отрицать. Я ничего не отрицаю. Хорошо. Я пришел домой, чтобы высказать все, что во мне наболело. Я люблю тебя. Я любил тебя тогда и все последующие годы. И я люблю тебя сейчас. Эзра, прошу тебя, помоги мне сломать эту стену, Кристин. Позади нас целых 20 лет. Помоги нам вернуться друг к другу. Если бы мы могли оставить детей, отправиться в путешествие на другой конец света, найти какой-нибудь остров, где мы могли бы жить одни какое-то время. Ты бы увидела, что я изменился, Кристин. Я устал от смерти. Я хочу жить. Молчи, Эзра. Не понимаю, о чем ты говоришь. Чему быть того не миновать? Ты меня утомил. Уже поздно. Да. Пора идти спать. Ты сказала мне молчать. Видит Бог. Это странно. Я имел в виду, какой толк от слов. Между нами нет стены. Я люблю тебя. Я бы душу своего отдал, чтобы поверить этому, Кристин. Но я боюсь. Я думал, ты уже легла спать, юная леди. Мне не спалось, и я решила немного прогуляться. По моему мнению, сейчас не время для прогулок. Мы как раз собирались идти спать. Твой отец устал. Ты тоже ложись побыстрее. Да, отец. Спокойной ночи, Винни. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отец, как ты можешь любить эту бесстыдную женщину? Я не могу это терпеть и не буду. Мой долг сказать ему, я скажу. Отец, отец. Не кричи так. В чём дело? Я забыла пожелать тебе спокойной ночи. Господи, да что ты... Хорошо. Спокойной ночи, Винни. И быстро в кровать. Будь хорошей девочкой. Да, отец. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Кристин. Почему ты так подпрыгнула, когда я заговорил? Я думала, ты спишь. Я не мог заснуть. Я лежал и думал. Я тоже не могла спать. Не зажигай свечу. Я хочу видеть тебя. Тебе нравится темнота, в которой ты не видишь своего мужа, старика, верно? Если будешь и дальше говорить глупости, я уйду в свою комнату. Не уходи. Я не хочу оставаться один. Я странно себя чувствую, Кристин. Ты хочешь сказать, что заболел? Твоё сердце? Ты этого ждёшь? Не говори так. Постой. Прости меня за мои слова. Дело не в моём сердце. Но это как будто во мне что-то слушает, наблюдает, ждёт чего-то. Этот дом не мой дом. Эта комната не моя комната. Они пусты. Ждут кого-то. Кто в них вселится? И ты не моя жена. Ты чего-то ждёшь. Чего же я жду? Смерти, которая освободит тебя. Оставь меня в покое. Хватит придираться ко мне со своими дурацкими подозрениями. Не твоя жена, да? Ты ведёшь себя со мной так, словно я твоя жена, твоя собственность. Ты лгала мне, как всегда. Ты заставляешь меня ненавидеть себя, будто у меня совесть нечиста. Я бы чувствовал себя более честным с... Береги, Сезаро, я не потерплю. Я надеялся, что моё возвращение станет новым началом. Новой любовью между нами. Я рассказал тебе мои тайные чувства. Я открыл тебе душу, думая, что ты поймёшь меня. Ты думал, что сможешь заставить меня забыть все эти годы? О нет, Эзра. Слишком поздно. Хочешь правду? Ты угадал. Я никогда не была твоей. И никогда не могла быть. Я хотел этого, когда выходила за тебя замуж, но ты сделал так, что я не смогла. Ты наполнил меня отвращением. И ты говоришь это мне? Нет. Молчи. Мы не должны ссориться. Снова эта боль. Ты хотел услышать правду, и ты её услышишь. Молчи, Кристин. Я солгала про капитана Брента. Он сын Мари Брентон. И он приходил ко мне, не к Лине. А ты посмелась сына на этой... Все эти поездки в Нью-Йорк были не к отцу, а к Бренту. Он ласковый, нежный. Он тот, кем ты никогда не был. Я люблю его. Ах ты мерзавка. Я убью тебя. Быстро. Лекарства. 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 Отец. У него был приступ. Отец. Он в обмороке. Теперь он в порядке. Пусть спит. Отец. Она виновата. Не лекарства. Отец. Оставь его. Он спит. Он мертв. Почему он на тебя так показывал? Почему он сказал, что ты виновата? А ну, отвечай. Я сказала ему правду об Адаме. Ты сказала ему, зная, что его сердце. Ты сделала это нарочно. Ты убила его. Нет, это твоя вина. Из-за тебя он сделался подозрительным. Он заставил меня рассказать ему. Посмотри на меня. Он сказал мне лекарства, что он имел в виду. Я не знаю. Знаешь. Скажи мне. Ты обвиняешь родную мать? Да, ты... Ты не можешь быть такой злой. Мне нехорошо. Я должна полежать. Ты все равно убила его. Своими словами. Думаешь, теперь ты свободный женишься на Адаме? Не выйдет. Пока я живу. Субтитры создавал DimaTorzok Отец, не оставляй меня. Вернись ко мне. Скажи, что мне делать? Скажи, что делать? Субтитры создавал DimaTorzok Жертва Не мне ставить под сомнение организацию похорон, миссис Мэннон, но мне кажется, что Эзра должен находиться в таунхолле, чтобы весь город смог отдать ему последнюю дань уважения. Да, да, не забывайте, он был мэром города, героем войны. Вы уверены, что не хотите устроить публичную панихиду? Дело не в том, чего я хочу. Я должна выполнить его волю. Да, конечно. Что ж, это похоже на Эзра. Он всегда любил уединенность и тишину. Никогда не любил показуху. Да, он делал работу, а остальным позволял красоваться. Да, это точно. Доброй ночи, миссис Мэннон. Примите наши глубокие соболезнования. Орин еще не пришел? Еще нет. Но они должны скоро прийти. Полежите, миссис Мэннон. Нет. Я должна была идти на станцию, но все эти люди приходили и приходили, стояли и таращились на мертвеца. И на меня. Знаю, но теперь все закончилось. Идите. Садитесь. Терпеть не могу эту женщину. Есть в ней что-то странное. Правда, она ужасно выглядит. Не похоже, чтобы Лавиня скорбела должным образом. Нет, она скорбеет. Просто она, как и все Мэнноны, держит это в себе. Она ссорилась со своей матерью, я слышала. Интересно, они помирились? Она идет встречать поезд одна. А ее мать очень сердит, и она попросила Найлса пойти. Джосая? Не иду, Эмма. Я не удивлен, что это произошло. Я знал, что это случится еще до того, как он вернулся домой. Из письма, которое он написал жене. Она волновалась за него. Естественно, доктор. Когда они прислали за мной, я уже знал, что случилось. Она дала ему лекарство, но было поздно. Какая жалость. Чертовски жаль. Города не найти такого талантливого человека, как Эзру. Наверное. Идем, идем, дорогая. Орен. Винни. Да ты просто загляденье. Как ты поживаешь, мой суетливый командир? Здесь Питер. Как дела, Питер? Как у тебя дела, Орен? Вот правильный вопрос. Думаю, нормально. Где мама? Дома. Там преподобный Хилл и еще люди пришли проститься. Давай-ка я помогу. Спасибо, Питер. Здравствуй, Орен. Привет, сэр. Рад тебя видеть. О, малыш. Дома, наконец-то. Ты не представляешь, как я мечтал об этом, Винни. Но дом выглядит таким призрачным, мертвым. Это просто лунный свет, приятель. Как гробница. Мама называла его так. Сейчас это и есть гробница. Я забыл. Просто не могу привыкнуть к тому, что он мертв. Не знал, что у него было слабое сердце, он говорил, что это несерьезно. Отец говорил тебе это? Я так и думала. Питер. Пожалуйста, иди в дом. Я хочу поговорить с Ореном. Минуту. Конечно. Конечно, Винни. Что с тобой, Винни? Я знаю, каким шоком для тебя стала его смерть. А для тебя это не шок, Орен? Конечно, шок, но... Я не могу объяснить. Дай мне шанс привыкнуть ко всему. Как ты можешь быть таким бесчувственным? Ты хотел, чтобы я стал героем, разве нет? Убийство не учат хорошим манерам. Слушай, Винни, что ты там писал у меня о каком-то капитане Бренте, навещавшем маму? Сейчас нет времени говорить. Я хочу, чтобы ты был мчаку. Не верь той лжи, что она тебе будет говорить. Подожди, пока не поговоришь со мной. Ты имеешь в виду маму? О чем ты говоришь? Честно говоря, Винни, думаю, ваши вечные ссоры зашли слишком далеко. Тебе должно быть стыдно. Что здесь такого таинственного? Это все Брент? Почему ты не позвал меня? Питер. Орен. Мама. Мой мальчик. Малыш мой. Мама, как же я рад видеть тебя. Бедняжка. Ты так настрадался. Но теперь все закончилось. Ты снова со мной. Пойдем в дом, дорогой. Кто-то еще будет очень рад тебя видеть. Не забудь, Орен. Идем, дорогой. Тихо. Тихо. Идем. Ты опять. Винь, я... Я понимаю, что из-за горя-то сама не своя. Но теперь здесь Орен, и я... Не смотри на меня так. Что ты делала той ночью после того, как я потеряла сознание? У меня кое-что пропало. Одно лекарство. Я принимала его, чтобы заснуть. Это ты. Ты нашла его. Ты не понимаешь, что это безумие подозревать... И доктор Блейк знает, что он умер от... Я понимаю, чего ты ждешь. Рассказать эту ложь Орену и заставить его пойти в полицию, я права? Отвечай, когда я тебе обращаюсь. Что ты задумала? Мама. Не иду, дорогой. Меня настолько переполнила радость от встречи с Ореном, что я внезапно почувствовала головокружение и поспешила наружу подышать свежим воздухом. Бедная мама. Она так намучилась, Орен. Я пыталась уговорить ее лечь спать, но она меня не слушала. Ведь и спать, когда ты должен с минуты на минуту прийти домой, я должна была сказать «нет». Иди, сядь. Не делай то, что может причинить тебе вред. Твое возвращение как раз то лекарство, что мне нужно. А заботиться надо о нем. Да, Орен, ты должен о себе позаботиться. Мы позаботимся о тебе, Хейзл и я. Правда, дорогая? Конечно. Не стой, дорогой, сядь. Посиди. Хейзл, подай мне подушку. Мы устроим тебя поудобнее. Вот так. Питер начнет ревновать. Лучше позвать Винни и положить подушку рядом с ним. Не могу представить, чтобы Винни была такой нежной. Видели бы вы ее рядом с отцом, когда она суетилась вокруг него. Ему это нравится, хоть он и притворяется, что... Орен, ты так говоришь, будто он жив. Мы все забыли, что он умер. Разве нет? Я не могу в это поверить, даже сейчас. Я чувствую, что он в доме. Живой. Орен. Все как-то странно изменилось. Дома, все мы. Только не отец. Он всегда будет здесь. Все таким же. Ты чувствуешь это, мама? Не надо заставлять ее думать об этом, Орен. А ты все та же, Хейзл. Такая же добрая и ласковая. По крайней мере, Хейзл не изменилась. Хейзл никогда не изменится. Надеюсь. Я рада, что ты ценишь ее. Бедняжка. Болит? Не сильно. Совсем не болит, когда чувствую твою руку. А ты совсем другая. В чем дело? Просто старею, дорогой. Ты прекрасна, как никогда. И даже как-то помолодела? Нет, не это. Может, я угадаю? Моложе и прекрасней. Только послушай, Хейзл. Он научился галантности. Должна признать. Помнишь, Хейзл, как ты махала мне платком, когда я уходил, чтобы стать героем? Думал, ты запястье вывихнешь. Орен. Все матери и жены, и сестры, и девушки одинаковы. Когда-нибудь надо будет заставить их занять место мужчин на войне, на месяц, чтобы они попробовали на вкус убийства. После этого, может, они перестанут размахивать платками и болтать о героизме. Орен, успокойся. Все кончено. Нам это не нравилось в не меньшей степени, чем тебе. Ты прав, Питер. Прости, Хейзл, я был гадок. Ничего. Я понимаю твои чувства. Правда. Орен, иди простись с отцом. Твой голос был точь в точь его. Я хотел сразу пойти к нему, но я должен был поговорить. Нет. Постой. Почему ты не дашь ему отдохнуть минуту? Видишь, как он устал. У нас даже не было возможности нормально поговорить. Побудь со мной еще чуть-чуть, дорогой. Конечно, мама. Не задерживайся, Орен. Не помни, что я сказала. Пожалуй, мы пойдем домой. Да, нам пора. Вы так добры, что зашли к нам. Пожалуйста, приходите еще. И скоро. Орен нуждается в тебе больше, чем в остальных. Доброй ночи, Орен. Рад, что ты вернулся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Что это ты вдруг так полюбила, Хейзл? Тебе никогда не нравилось, когда я был рядом с ней? Я хочу лишь одного. Чтобы ты был счастлив, дорогой. Я знаю, как тебе нравилось, Хейзл. Это чтобы заставить тебя ревновать. Я не пробовал дома и часа, а ты уже пытаешься женить меня. Наверное, горишь желанием избавиться от меня? Не говори так. Кто этот капитан Брэнд, что навещает тебя? Меня? Ты хотел сказать Лавинью? Откуда у тебя эта глупая мысль? Ну, конечно. Должно быть, Винни написала тебе ту же самую чушь, что и отцу. Она тоже написала ему? Что он сделал? Посмеялся, естественно. Я серьезно беспокоюсь о Винни, дорогой. Она выдумывает какие-то фантастические вещи. Эта глупая вражда между ней и мной усилилась как никогда. Она не такая, как мы, Орин. Я чувствую, ты моя плоть и кровь. Она нет. Она отцовская. Ты часть меня. Я тоже это чувствую, мама. У нас с тобой был свой тайный мир в старые времена, помнишь? Мэннонам вход воспрещен. Таков был наш пароль. За это ни Винни, ни отец не могли простить нас. Тяжело говорить такое о мертвых, но правда в том, что... Твой отец ревновал тебя. Он ненавидел тебя, потому что знал, что я люблю тебя больше, чем всех остальных во всем мире. Я знал его отношение ко мне, но никогда не думал, что он зайдет так далеко, что станет меня ненавидеть. И тем не менее, он ненавидел. Ну тогда ладно. Не буду притворяться, что мне жаль, что он умер. Как же мы с тобой будем счастливы. Если только ты не позволишь Винни с помощью отвратительной лжи отравить твой разум и настроить тебя против меня. Какой лжи? Ты мне еще ничего не сказал о Бренте. Нечего рассказывать. За исключением того, что находится в больном воображении Винни. Она все тревожила, все думала, пока я наконец не поняла, что она действительно сошла с ума. Она правда кажется странной, но все ее безумие выражается в ненависти ко мне. Возьмем, к примеру, этого капитана Брента. Какой-то дурацкий капитан корабля, которого я встретил у твоего дедушки, и ей пришло в голову пригласить его сюда несколько раз без спросу. Я честно поверила, что Винни влюбилась в него, но потом поняла, что он приходил не из-за нее. Тогда из-за кого? Из-за тебя? Орин. Кажется, ты не понимаешь, что я пожилая, замужняя женщина с двумя взрослыми детьми. Все, что он хотел, это втереться в доверие к семье и использовать твоего отца по возвращении домой, чтобы добыть себе корабль получше. Я быстро раскусила его замысел, и он здесь больше не появится, обещаю тебе. Вот и весь ужасный скандал с капитаном Брентом. Теперь ты доволен, ревнивый гусь? Мама. Какой же я дурак. Наверное, война сделала меня глупым. Винни виновата в том, что ты пошел на войну. Никогда не прощу ее за это. Но я собиралась дать тебе примеры ее безумных подозрений. Она решила, из-за того, что его фамилия Брент, что он должен быть сыном той служанки, Мари Брентом. Ну разве это не безумие? Только представь, если бы он им был, разве он бы стал навещать нас? Пусть только попробует. Его мать достаточно опозорила нашу семью. Орин, не надо так. Ты говоришь, как твой... Но я не сказала тебе худшее. Винни на самом деле обвиняет меня, твою мать, в том, что я люблю этого дурака. И что я встречалась с ним в Нью-Йорке и была у него в комнате. Я в это не верю. Винни не могла. Я говорила тебе, что она сошла с ума. Это так отвратительно, Орин. Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти. Мама, пожалуйста. Пожалуйста, мама, не плачь. Прошу тебя. Я не сказала тебе самую ужасную вещь. Она подозревает меня в том, что я отравила твоего отца. Что? Это уже слишком. Ее надо отправить в сумасшедший дом. Она нашла лекарство, которое я принимала от бессонницы. И в ее больном мозгу... Орин, я так боюсь ее. Она даже может пойти в полицию и... Все, мама, не надо. Не волнуйся, я позабочусь о ней. Орин, ты мой мальчик, мой малыш. Мама, я прощу тебе все. Все. Но только не Брента. Клянусь тебе. Я знаю, мама. Если бы я так не думал, я бы показал тебе, что меня не учили убивать просто так. Орин, ты говоришь ужасные, жестокие вещи. Но уже полно. Мы больше никогда не будем об этом говорить. Мы не должны были об этом говорить после того, через что ты прошла. Ты неважно выглядишь, мама. Ты должна отдохнуть. Тебе нужна тишина и покой. Да, покой. Не сейчас. Музыка. 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 Помнишь, как я сидел здесь? Бедный мой мальчик. Тяжело тебе пришлось, да? Я хотел дезертировать и убежать домой. Или быть убитым. Если бы ты только знала, как я хотел быть здесь с тобой. Как сейчас. Помнишь книгу, которую мы читали об островах в Южном море? Да. Когда я был на фронте, я все время вспоминал об этих островах. Они напоминали мне все, что было не войной, все, что связано с миром, теплотой, безопасностью. Я мечтал, что окажусь там. Позже, когда меня ранило, все время, пока я был без сознания, мне казалось, что я там. И там никого не было, только ты и я. И я снова был ребенком. И что самое странное, я не видел тебя. Я просто чувствовал, что ты рядом со мной, куда бы я ни шел. Твой голос был шумом волн. Твои глаза были небесами. Ты была всем островом. Это был самый прекрасный остров на свете. О, если бы ты не ушел. Я никогда тебя не брошу. Мне не нужна Хейзл, никто мне не нужен. Ты моя единственная девушка. О, мама, теперь все будет так хорошо. Мы поженим Винни и Питера и останемся здесь вдвоем. Чего ты хочешь? Ты пойдешь к отцу Орин? Хорошо, я пойду. Винни. Теперь можешь говорить Орину все, что захочешь. Я рассказала ему, как ты лгала о моих поездках в Нью-Йорк. Ради мести. Потому что ты сама любила Адама Брента. Поэтому, может, не будешь вмешивать Орина в это дело? Ты не сможешь заставить его пойти в полицию. Ты сама боишься, потому что все выйдет наружу. Все, кто такой Адам и что ты знаешь о нем? И твоя любовь к нему. Поверь мне, я прослежу за этим, если дело дойдет до суда. Я расскажу всему миру, как дочь возжелала любовника своей матери, а потом пыталась отправить мать на виселицу из ненависти и ревности. Давай. Попробуй убедить Орина в моей порочности. Он ненавидел своего отца. Он рад, что его отец мертв. Он не может быть. Кто ты? Еще один труп. Мы с тобой видели поля и склоны холмов, усеянные трупами. И они ничего не значили. Ничего, кроме грязного подшучивания над жизнями. Смерть, так тебе идет. Смерть к лицу Меннонам. Ты всегда был словно статуей какого-нибудь знаменитого мертвеца, который сидит на стуле в парке или на лошади на городской площади, смотря поверх жизни, рубя ее намертво из-за ее неуместности. Ты не хотел знать меня при жизни, старый грязнуля. Но я думаю, теперь мы могли бы подружиться. Орин! Не подкрадывайся так, я и так нервный. Почему ты говоришь такие вещи об отце? У тебя что, не осталось никаких чувств? Вы, думаю, так торжественно принимаете смерть? Вам нужно научиться издеваться или беситься. Но ты назвал его таким именем. Это было его прозвище в армии. Старый грязнуля. Сам Грант так его прозвал. Он сказал, что отец не очень хорош в атаке, но он доверит ему оборону любой позиции. Он застрянет в грязи и будет ее защищать, пока все не уляжется. Но он был твоим отцом, и он мертв. Ты должен гордиться им. Тобой он гордился. Когда он вернулся домой, он хвастался, что на Ванету совершал самые смелые поступки. Я расскажу тебе этот анекдот про мой подвиг. Я всегда вызывался на самые опасные участки. Я очень боялся, что кто-нибудь догадается, как мне страшно. В общем, в ту ночь лег густой туман. Я наткнулся на южанина, который полз к нашим линиям. Его лицо возникло из тумана прямо передо мной. Я обнажил свою саблю и воткнул ему в шею чуть ниже уха. Он посмотрел на меня глупым взглядом, словно он сел на гвоздь. Его глаза потемнели и погасли. Не думай об этом. Перед тем, как я вернулся, мне пришлось убить еще одного. Точно так же. Было такое ощущение, что убиваешь два раза одного и того же человека. У меня возникла странная мысль, что война — это убийство одного и того же человека много-много раз. И в конце оказывается, что этот человек — ты сам. Их лица продолжают появляться в моих снах. Они превращаются в лицо отца и в мое. Ради бога, забудь, войну она закончилась. Не внутри тех, кто убивал. А все остальное — сплошной анекдот. На следующее утро я был в траншеях. С моей головой было что-то не так. Я подумал, какая была бы замечательная шутка над такими глупыми генералами, как отец, если все солдаты по обеим сторонам фронта вдруг поймут, что война — это тоже шутка, и они засмеются и пожмут друг другу руки. И вот я начал смеяться и пошел к их линиям с протянутой рукой. Конечно, в результате посмеялись надо мной. Меня ранило в голову. Потом я сошел с ума. Я хотел убивать и побежал, крича что-то. Много других наших дураков тоже сошли с ума и побежали за мной. И мы захватили часть их укреплений, к которым мы даже и приблизиться не посмели бы. Значит, тебе интересно, почему я смеюсь? Но ты смелый человек, и ты знаешь это, я тоже тобой горжусь. Ладно, гордись. Что ж, выкладывай. Давай покончим с этим. Я знаю, что ты собираешься сказать. Как ты можешь думать такие вещи про мать? Что на тебя нашло? Она убедила тебя в том, что я сумасшедшая? Посмотри на меня. Я никогда не лгала тебе, верно? Речь не идет о лжи, но если ты думаешь, что я буду слушать эту чушь про мать, ты ошибаешься. Если не будешь, я пойду в полицию. Ты правда веришь? Я обвиняю ее в убийстве. Видишь? Я нашла это в ее руке сразу после того, как умер отец. Не сходи с ума. Это лекарство, которое она принимает, чтобы заснуть. Отец знал, что она отравила его. Он сказал мне, что она виновна. Это все твое больное воображение. Ты соображаешь, что намеренно обвиняешь свою мать? С помощью доктора Блейка мне придется объявить тебя сумасшедшей и упрятать в психушку. Клянусь своим мертвым отцом, что я говорю правду. Заставь Уоррена поверить мне, отец. Не впутывай его в это. Он всегда был заодно с тобой, против меня и матери. Дай сюда. Значит, ты боишься, что это правда? Я не собираюсь разговаривать сумасшедшей. Ты все еще капризный Плакса, малыш, которым она вертит, как хочет. Перестань. Она предупредила меня, что ты не поверишь. Ты такой трус, что позволишь, чтобы любовнику все сошло с рук? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду мужчину, который достал для нее яд. Капитан Брент. Ты лжешь. Она сказала мне все твои грязные выдумки про то, что ты следил за ней в Нью-Йорке. Какой же ты дурак, Орен. Она целует тебя и притворяется, что любит тебя. Она думает только о Бренте. Прекрати, я не потерплюсь. Сейчас она думает только о том, как использовать тебя против меня, чтобы она смогла сбежать и выйти за него замуж. Ты лжешь. Я видел ее в его объятиях. Как он целует ее? Скажи мне, что ты лжешь. Ты знаешь, что я не лгу. Ты не сумасшедшая. Ты понимаешь, что говоришь, но тебе придется доказать это иначе. Есть шанс доказать это, и если я это сделаю, ты поможешь мне наказать убийцу отца? Я убью его. Но это твое слово против ее. При первой же возможности она отправится к Бренту. Ты поверишь мне, если увидишь их вместе? Да, только дай мне до него добраться. Орен. Я не могу с ней говорить. Притворись, что ты думаешь, что я сумасшедшая. Как она хотела. Орен. Почему ты мне не отвечаешь? Почему ты заперся? Впусти меня. Отведи. Впусти ее. Хорошо, мама. Я иду. Постой. Теперь открывай дверь. Орен. Впусти меня. Орен. Я так испугалась, когда поняла, что дверь заперта. Чего ты испугалась, мама? Почему ты на меня так смотришь? У тебя взгляд, как у отца. Я ведь его сын. Ты забыла? Орен. Наверное, ты сказала ему про свои лживые подозрения. Она не в своем уме, мама. Я знала, что ты это скажешь. Я знаю, что она что-то замышляет, Орен. Она грозила пойти в полицию. Они могут не понять, что она безумна. Ты ведь не позволишь ей совершить что-нибудь ужасное наподобие этого? Нет, мама. Нет. Помню, твой отец не хотел бы никакого скандала. Он сказал, что его не должны тревожить. Ему нужен отдых и покой. Ты не изменился, Эзра. Ты всегда был мертвым для меня. Ненавижу ли к смерти. Мама, тише. Зачем я вернулся к жизни с моего мирного острова? Теперь он потерян. Ты мой потерянный остров, да, мама? Орен. Лекарство от бессонницы достал для тебя Брэнд? Нет. Нет, нет. Скажи мне, что это был он. Я знаю. Я просто хочу убедиться. Винни. Не впутывай в это Орена. Он изменился. Он стал жестоким, безжалостным. Смилуйся, Винни. Не дай Орину. Эзра. Не дай ей навредить Адаму. Я одна виновата. Не дай Орину... Я пойду к Адаму. Я должна предупредить его. На друга. Дя Орент. Я пойду к Адаму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то случилось? Что, Кристин? Винни знает. Что она собирается делать? Я не знаю. Как ты выбралась? Она уже расследила за тобой. Кажется, я слышал кого-то. Нет, все в порядке. Я заставил Уорина поверить, что она сошла с ума от горя. Обезумело. Он решил, что смена обстановки приведет ее в чувства. Сегодня утром он взял ее с собой в Блэкридж. Навестить родственников. Пришлось прийти, чтобы предупредить тебя, Адам. Мы должны что-то придумать. У нас нет времени. Мы будем дураками, если станем обсуждать это здесь. Я убью его прямо сейчас, у нее на глазах. Подумай об отце, о семье, о нас. Не сходи с ума. Когда он умирал, он показал на меня и сказал, что я виновна. Потом она нашла яд. Бог ради, почему ты не... Я упала в обморок, прежде чем успела спрятать его. Как я могла предвидеть, что она появится в такой момент? И как я могла знать, что он скажет про меня такое? Я лишь хотела, чтобы он умер и оставил меня в покое. Но перед смертью он узнал, чей я сын. Хорошо. Я так все спланировала. Но все пошло по-другому. Нужно было сделать так, как я хотел. Драться с Эзрой Мэнноном, как мужчина с мужчиной за любовь женщины. Думаю, во мне течет дурная кровь моего отца. Слишком поздно сожалеть. Нам надо думать, что делать. Я ужасно боюсь Винни. Если она убедит Торина, почему мы не можем уехать, Адам? Мой корабль сможет отплыть только через месяц. Может, поплывем на другом? Все в городе узнают, что ты пропал. Это вызовет подозрения. Нет. Орин и Винни будут лгать людям. Им придется, ради их же блага. О, Адам. Если мы не уедем подальше от Винни, может случиться что-то ужасное. Да, думаю, это единственный путь. Атлантис отплывает в пятницу в Китай. Я договорюсь с Ашкипером, он даст нам пропуск. Встретимся здесь в четверг вечером. Я напишу владельцам, чтобы они нашли себе нового капитана для попутного ветра. Бедный Адам. Я знаю, как тебе больно бросать твой корабль. Кораблей много, но ты только одна, Кристин. Я ничего тебе не дала, кроме несчастья. Ты дала мне любовь. Остальное лишь цена. За эту любовь можно платить в миллион раз больше. Все равно теперь ты моя. Постарайся не сильно переживать из-за своего корабля Адам. Давай больше не будем об этом говорить. Я брошу море. Думаю, оно уже меня бросило. Море ненавидит трусов. Не говори так. Мы будем счастливы, если окажемся на твоих блаженных островах. Странно. Орин рассказывал мне об острове. Да, блаженные острова. Может, мы все еще можем найти счастье и забыть обо всем. Я их вижу. Теплая земля в лунном свете. Ветер шелестит листьями пальм. Прибой в коралловом рифе отзывается в твоих ушах колыбельный. Там нас ждет покой и забвение. Если мы вообще когда-нибудь сможем их найти. Мы найдем их. Найдем. Теперь мне пора. Берегись, Винни. Если с тобой что-нибудь случится, ничего со мной не случится. Но быть начеку. На случай, если Орин... Будь осторожен, Адам. У меня странное чувство. Такое тяжелое. Будто я тебя никогда больше не увижу. Скажи, что мы будем счастливы. Конечно, будем. Теперь иди. Осталось всего два дня. Отпусти. Нет. Тихо. Идем в его каюту. Смерть слишком хороша для него, его нужно. Орин, ты обещал не терять голову. Ты слышала, как она предупреждала его насчет меня. И остров, про который я ей говорил. Она хочет отправиться к нему вместе с ним. Зачем ты меня остановила? Я бы пристрелила его у нее на глазах. Снаружи, на палубе, где выстрелы были бы слышны, нас бы арестовали. Мне бы пришлось сказать правду, чтобы спасти тебя. Ее бы повесили. Но даже если бы нам удалось выкрутиться, наши жизни были бы разрушены. Имя отца опозорено. Единственному, кому бы повезло, так это Бренту. Он бы умер со счастливой мыслью, что ему удалось отомстить всем нам. Ты этого хочешь? Нет. Тогда не делай глупостей. Он идет. Ну давай. Иди. Значит, мы с тобой прощаемся, попутный ветер. Я не был достоин тебя. Не стой там. Помни о плане. Разгроми все в его каюте. Возьми все самое ценное. Помни, ты должен сделать так, чтобы это выглядело как ограбление. Быстрей. Быстрей, Орин. Не говори мне, что делать. Как ты мог полюбить эту порочную старуху? Но ты полюбил. Все кончено. Да простит Бог твои грехи. Пусть душа твоя покоится в мире, Адам Меннон. Покоится в аду, ты хотела сказать. Я взломал все, что мог найти. Идем, скорее. Сначала я должен очистить его карманы, чтобы это было похоже на ограбление. А потом я утоплю это в море. Там пистолет. Не забудь его. Орин. Он похож на отца. Пойдем. Как в моем сне. Я убивал его снова и снова. Он и на меня похож. Может, я совершил самоубийство? Орин. На его месте я бы сделал то же самое. Я бы любил ее, как он. И убил бы отца ради нее. Ради бога. Ты хочешь, чтобы нас здесь поймали? Странно. Это чья-то грязная шутка. Кто-то. Кто-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Я волнуюсь. Мне страшно. Хотите, чтобы я остался здесь? Нет. Вам нужно поспать, мэм. Продолжение следует... Почему вы на меня так смотрите? Вы, Мэнноны, я ненавижу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Почему мне так страшно? Орин! Винни! На этот раз, по крайней мере, ты ждёшь, чтобы встретить меня, когда я возвращаюсь домой. Орин, я так боялась. Вы были всё это время в Блэкридже? Они ездили в Блэкридж. Мы сели в поезд, но потом решили вместо Блэкриджа доехать до Бостона. Бостона? А в Бостоне мы подождали вечернего поезда. Мы подумали, что в нём могла быть ты. Ну и ты была там. Мы следили за тобой, когда ты шла к своему любовнику. Орин! Орин, как ты смеешь говорить такое? Не лги. Я был на палубе и всё слышал. Что бы ты сделал, если бы обнаружил меня? Ты бы заставил его убить меня, да? Орин, что ты сделал? Скажи мне, я убил его. О нет. Орин, ты говоришь это мне, чтобы наказать меня, правда? Ты говорил, что любишь меня. Защити меня, защити свою мать. Ты не мог убить. Ты ведь могла убить отца, да? Вот, прочти это, если не веришь мне. Мы подождали и купили это в Бостоне, чтобы узнать, кого подозревает полиция. Они думают, что его убили воры, промышляющие на побережье. Ничего не связывает нас с его смертью. Мама, не надо стонать. Как ты можешь горевать по такой свине? Я знаю, это он спланировал убийство отца. Ты не могла такое сделать. Он подчинил тебя, чтобы отомстить за себя. Я помню, ты была сама не своя, когда я вернулся домой, помнишь? Как еще ты могла влюбиться в сына служанки? Как ты могла говорить такие вещи? Я слышал, ты планировала поплыть с ним на остров, наш остров. Мама, не надо стонать. Ты забудешь его. Я заставлю тебя забыть его. Мы оставим его не здесь и отправимся в долгий круиз к южным морям. Орин. Мама. Мама. Ты слышишь меня? Мама, почему ты не говоришь со мной? Ответь мне. Скажи, что прощаешь меня, Орин. После всего, что случилось, ты все еще остаешься маменькиным сумком. Мама, пожалуйста. Оставь ее. Иди в дом. Слышишь меня? Марш! Есть, сэр. Почему ставни все еще закрыты? Отца нет? Нужно, чтобы через окна проходил лунный свет. Нет. Ты знаешь, что это было справедливо. Это был единственный верный путь для торжества справедливости. Он понес справедливое наказание за его преступление. Мама, что ты собираешься делать? Ты можешь жить. Жить? Это справедливость. Это справедливость. Это твоя справедливость, отец. Мама. 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 Винни. У нее пистолет отца. Позови доктора. Орин. Нет, слишком поздно. Она мертва. Зачем? Зачем она это сделала, Винни? Я довел ее до этого. Она не могла простить меня. Зачем я хвалился, что убил его? Зачем? Успокойся. Почему я не убедила ее, что это грабители убили его? Тогда бы она меня простила. Тогда бы она забыла его и была со мной. Я убил ее. Тише, молчи, Орин. Я должен найти ее. Я должен уговорить ее простить меня. Орин. У тебя ведь есть я, правда. Я люблю тебя. Я заберу тебя. Я помогу тебе забыть. Орин. Винни, ты слышала выстрел? Я хочу, чтобы ты пошел к доктору Блейку. Скажи ему, что мама убила себя в приступе безумной скорби по своему умершему мужу. Ты не забудешь ему это сказать? Да. Я скажу. Все, как ты сказала, Винни. Субтитры создавал DimaTorzok Преследуемый призраками. Орин. Орин, мы дома. Сэд, можешь занести наши вещи в дом после того, как расприжешь лошадей. Да. Чего ты боишься, Орин? Это испытание. Ты должен его пройти, Орин. Хейзл и Питер ждут внутри. Ты что, не хочешь увидеть Хейзл? Почему ты не смотришь на дом? Орин, я хочу, чтобы ты на него посмотрел. Слышишь меня? Ну, нет никаких призраков, да? Да. Пойдем в дом. Здесь она. Здесь я видел ее, живой, в последний раз. Теперь это все в прошлом. Продолжение следует... Почему ты на меня так смотришь? Я выполнила свой долг по отношению к тебе. Все кончено и забыто. Продолжение следует... Продолжение следует... Мама! Ма... Что? Орин. Орин, что такое? Ее здесь нет. Нигде нет. Орин, пожалуйста, потише. Ну и бог с ней. Я больше не её сын. Я сын своего отца. Я Мэннон. Прекрати, слышишь меня? Не сердись, Винни. Я не сержусь, дорогой. Но, пожалуйста, держи себя в руках. Ты пугаешь меня, когда ведёшь себя так странно. Я хочу поговорить с тобой перед тем, как мы встретимся с Питером и Хейзл. Разве ты не будешь рад снова увидеть Хейзл? Их дружба и любовь, как ничто другое, помогут нам забыть. Забыть? Я думал, ты давно об этом забыла, если вообще вспоминала. Любовь. Разве у меня или у тебя есть право любить? У нас есть полное право. Мама тоже так думала. Ты не представляешь, насколько ты стала похожа на свою мать, Винни. Я имею в виду в душе. Я заметил это с тех пор, как мы отправились в плавание на восток. Как будто её смерть позволила тебе стать ей. Что на тебя нашло, Орин? У тебя не было этих приступов болезненного воображения с тех пор, как мы покинули острова. Я должен был увезти тебя с этих островов. Это был мой братский долг. Если мы остались там подольше... Не понимаю, о чём ты говоришь. Я отправился туда только ради тебя. Да, но потом... Ты обещала мне, что не будешь говорить эту мрачную чушь. Садись. Я хочу, чтобы ты снова встретился лицом к лицу со своими призраками, чтобы ты смог избавиться от своей глупой вины. Кто убил отца? Брэнд. Ради мести. Кто убил отца? Отвечай. Мама находилась под его влиянием. Это неправда. Он находился под её влиянием. Она предала отца и убила его, верно? Да. И если бы мы исполнили свой долг по закону, её бы повесили, правильно? Да. Но мы защитили её. Она могла жить, но решила убить себя. Это был акт справедливости. Ты здесь ни при чём. Теперь ты это понимаешь? Скажи мне. Да. И твоё чувство ответственности за её смерть было плодом твоего болезненного воображения. Теперь в тебе его нет. И никогда не будет. Да. Хорошо. Вот так. Теперь ты видишь, что ты можешь справиться, если захочешь. Не плачь. Ты должен гордиться. Ты доказал, что теперь ты можешь со смехом прогнать своих призраков. Кто-то идёт, Орин. Что ж, теперь мы можем быть чем-нибудь полезны. Винни. Питер. Ты так повзрослел и стала похожа... Господи, ты восхитительно выглядишь, Винни. Но ты изменилась. А ты всё ещё здесь и не изменился. Ты должна знать, что я не меняюсь, когда я с тобой. Ты так и не сказал, что рад меня видеть. Но ты знаешь, как я... Винни, ты чертовски красива. И так и пышешь здоровьем. Путешествие определённо пошло тебе на пользу. А прежде я была старой коргой, да? Кто это сказал? Вовсе нет, но... Обычно ты не носила такие платья, и... Тогда я была мертва. Орин, я не заметил тебя. Как ты? Орин, Питер к тебе обращается. Не будь таким грубым. Да, ему шанс. Я чертовски рад тебя видеть, Орин. Спасибо, Питер. Винни до сих пор остаётся нашим суетливым командиром, да? Всегда пытается учить меня манерам. Она изменилась, правда? Я едва узнаю её. Может, всё дело в платье? Спрась её, почему она одевается как мать. Я не знаю, почему. Пока. Я не уверен, знает ли она. Но причина должна быть странной. Я удостоверюсь в этом, когда обнаружу её. Не обращай на него внимания, Питер. И ещё она стала романтичной натурой. Представь себе. Влияние островов, да, Винни? Оказалось, что они её острова не мои. Полагаю, в конце концов, во мне слишком много отменов, чтобы я стал язычником. Но видел бы ты Винни с теми мужчинами... Орин, как ты смеешь? Они были симпатичными и романтичными, да, Винни? Особенно парень, которого звали Аваханни. А она влюбилась в островитян. Боюсь, что если бы мы остались там подольше, я бы увидел, как она танцует в лунном свете, под пальмами, ногая, как остальные. Орин, прекрати говорить эту мерзость. Я был не таким слепым, как могло показаться. Ты не станешь отрицать, что Аваханни влюбился в тебя? Прекрати нести чушь. Что подумает Питер? Он знает, что ты просто дразнишь меня, но тебе не следует продолжать в том же духе. Может, сходишь, поищешь Хейзл? Да, я на тебя посмотрю. Не стой с толпом. Ты будешь очень симпатичным, если сбреешь эту дурацкую бороду и перестанешь изображать из себя оловянного солдатика. Не похож я на отца, да? Скорее на капитана Романтика, верно? Хватит. А теперь иди и найди Хейзл. Она, наверное, ждет тебя, стесняется зайти и поискать тебя здесь. Кажется, ты очень хочешь избавиться от меня. Что это с ним? Он болен, Питер. Это сделала с ним война и смерть отца. В довершении всего самоубийства матери. Все будет хорошо, Винни, не волнуйся. Ты все еще любишь меня. А я боялся, что ты меня не любишь. Люблю. Я так много о тебе думала. Мне все напоминало о тебе. Корабль и море. Все, что было чистым, открытым. Даже туземцы на острове. Да, ты и впрямь изменилась. Но что там с этим туземцем, о котором говорил Орен? Как там его звали? Авахани? Да. Он заставлял меня думать о тебе. Это все. Он заставлял меня думать о нашей свадьбе. Я полюбила эти острова. Они освободили меня. В них есть что-то таинственное и прекрасное. Добрые духи выходят из земли и из моря. Они помогли мне забыть о смерти. Был только этот мир, ветер и прибой. Туземцы танцевали свободные и невинные. Не знаю, что такое грех. Ох, я болтаю безумку. Мне нравится, когда ты такая. Ты не говорила ни слова, когда тебя не вынуждали. Обними меня покрепче. Я хочу ощутить любовь. Любовь прекрасна. Мы ведь скоро поженимся, да? Будем жить за городом. Подальше от людей и их злых сплетен. Мы сделаем остров для себя. На земле у нас будут дети. Мы будем любить их и учить их любить жизнь, чтобы ими никогда не обладела ненависть и смерть. Благослови тебя, Бог Питер. Боюсь, мы здесь лишние, Орен. Так вот, какую игру ты затеяла. Что ж, ну не быть такой серьезной и неугомонной ты наша. Я просто пытался испугать тебя. Шутки ради. Полагаю, вы нуждаетесь в поздравлениях? Продолжение следует... Правда, только правда, ничего, кроме правды. А этого ты требуешь, отец. Уверен, что ты хочешь узнать всю правду? А что скажут соседи? Щекотливое решение для вас, Ваша честь. Орен. Орен. Орен, пожалуйста, открой дверь. Зачем ты заперся? Я читал папины книги по юриспруденции. Он хотел, чтобы я учился на юриста, если ты не забыла. Последние недели ты очень странно себя ведешь. Запираешься здесь, закрываешь ставни. И лампа все время горит. Даже днем. Ненавижу дневной свет. Он словно обличает меня. Мы отреклись от дня, в котором живут нормальные люди. Или, вернее, он отрекся от нас. Ты опять ведешь себя глупо. Я нахожу, что искусственный свет больше уместен для моей работы. Свет человека, не Бога. Жалкое стремление человека познать самого себя, чтобы существовать во тьме. Это символ его жизни. Лампа, горящая в комнате, со ждущими тенями. Твоя работа? Какая работа? По изучению преступления и наказания. Ладно. Не хочешь, не говори. Здесь такой спертый воздух, что задохнуться можно. Сегодня ночью тьма, хоть глаз выколи. Не звездочки. Тьма, и нет в ней звезды, которая бы вела нас. Куда мы идем, Винни? О, я думаю, ты знаешь, куда ты идешь, но... На пути подстерегает немало ошибок, помнишь? Замолчи, неужели ты не можешь думать ни о чем, кроме... Извини. Сегодня ужасно волнуюсь. Я волнуюсь за тебя, Орин. Я думаю о твоем здоровье. Ну, думаю, в этом случае надежды у тебя мало. Я чувствую себя абсолютно здоровым. Как ты можешь намекать на такие ужасные... Ты просто хочешь разозлить меня. Но я тебе не позволю. Я рада, что ты чувствуешь себя лучше. Долгая прогулка с Хейзл, должно быть, пошла тебе на пользу? Почему ты никогда не оставляешь нас с ней наедине? Она хочет, чтобы я женился на ней. Мы помолвлены, а ты не оставляешь нас ни на минуту. Я знаю причину. Ты боишься, что я проболтаюсь. Разве ты можешь винить меня, учитывая твое поведение? Нет. Я сам себя боюсь. Я не имею права жить с ней в одном мире. И все же меня притягивает ее чистота. Ее любовь смягчает ненависть, которую я испытываю по отношению к себе. И в то же время я ненавижу себя в миллион раз сильнее. Это пытка. Теперь она стала еще одним потерянным островом. Когда я вижу любовь к убийце в ее глазах, моя вина подкатывает к моему горлу, словно ядовитая рвота. И мне хочется выблевать ее. И покаяться. Вот в каком ужасе я живу. Ты надеялась избежать возмездия? Покайся и искупи вину по всей строгости закона. Это единственный способ смыть вину за кровь матери с наших душ. Ты замолчишь? Спроси нашего отца, судью. Он знает. Снова и снова и снова. Ты никогда не забудешь о своей нечистой совести? Как ты можешь так любить эту подлую женщину? Когда ты знаешь, что она хотела бросить тебя нераздумово и выйти замуж? Да. Точно так же, как ты планируешь бросить меня и выйти замуж за Питера. Спорю, ты забудешь про свои фокусы, когда узнаешь, что я пишу. Что ты написал? Это страшит тебя, да? Я должна знать. Что ж, наверное, я должен тебе рассказать. По его настойчивой просьбе, в качестве последнего представителя семьи Мэннонов, слава Богу, я пишу историю нашей семьи. Какую историю? Правдивую историю преступлений, начиная с дедушки Эйба, все преступления, включая наши. Я пытаюсь найти потайное место, где скрывается наша злая судьба. Если я обнаружу это место в нашем прошлом, я смогу предсказать, какая судьба ждет нас. Но я еще не смею предсказывать это. Пока нет. Но я могу предположить, Орин. Я понял, что ты самый интересный преступник среди всех нас. Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Ты знаешь, что за предлогом убийства матери, которая якобы была актом справедливости, была твоя ненависть и ревность. Ты сама хотела Брента. Это ложь, я ненавидела его. После того, как узнала, что он любит мать, да. Ну, давай сменим тему и поговорим о том, что я написал про твои приключения на наших затерянных островах. Или я должен сказать, островах Адама Брента? Прекрати, предупреждаю тебя, не стану это терпеть. Каким раем были для тебя эти острова? Все эти симпатичные мужчины не сводили с тебя глаз, с твоих странных, красивых волос. Именно тогда ты стала совсем красавицей, как твоя мать. Ты знала, что все они желали тебя, правда? Они наполняли тебя гордостью, особенно Авахани. И ты хотела его? Нет. Нилги, чем ты занималась, когда я заболел, и ты ушла вместе с ним? Я поцеловала его перед сном, это все. В знак благодарности. Значит, поцеловала его, и все? А что если нет? Ты подлая, я убью тебя. Нет. Но ты ужешь, да? Скажи, что ты говоришь неправду, Винни. Да, да, это была ложь. Как ты мог поверить, что я... Орен. Что заставляет меня говорить это против моей воли? Что-то восстает во мне, будто злой дух. Призраки. Сейчас ты как никогда похожа на свою мать. Нет, не говори об этом. Давай забудем, что это случилось. Прости меня. Прошу забыть об этом. Орен. Хорошо. Если призраки дадут нам забыть. Я верю в то, что ты сказала об Авахане. Но все равно, в мыслях ты согрешила. Хватит мучить меня. Я предупреждала тебя, и я предупреждаю еще раз. Я не стану это терпеть. Не стану. Тогда почему ты не убьешь меня? Я помогу тебе с планом, как мы это сделали с Брентом. Так что тебя ни в чем не заподозрят. Мне отвратительна моя жизнь. Орен. Ты не видишь, теперь я занял место отца. А ты мать. Это злая судьба из прошлого, которую я не осмеливался предсказать. Я Мэнон, и ты тоже скована циклами. Замолчи ради всего святого. Берегись, Орен. Ты будешь виноват, если... Если что? Если я загадочно умру от сердечного приступа... Оставь меня в покое, оставь меня. Как ты можешь быть таким ужасным? Разве ты не знаешь, что я твоя сестра, и я люблю тебя? Я отдала бы свою жизнь за твой покой. Я не верю тебе. Я знаю, что ты что-то замышляешь. Но предупреждаю, я не смирюсь, если ты бросишь меня ради Питера. И если я должен буду умереть, прекрати думать об этом. Ты поступаешь со мной как дьявол. Я не буду слушать, не буду. Не плачь. Проклятые не плачут. Уходи. Я хочу побыть один. И закончить мою работу. Почему он всё время говорит мне о своей смерти? Ему было бы лучше, если бы он умер. Почему ему не хватает мужества? Не позволяй этим мыслям появляться в моей голове. Ты знаешь, я люблю Орена. Покажи мне способ спасти его. Пожалуйста. Пожалуйста. Винни. 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 Да? Эта чёртова дура-повариха снова закатила истерику. Она сказала, что когда спустилась в подвал, она почувствовала, что за ней ползут призраки. Будет лучше, если ты пойдёшь и успокоишь её. Или она уйдёт. Я поговорю с ней. Посмотри, кто там, Сет. Да. Кейзл, Питер. Привет, Сет. Винни дома? Да. Можете подождать в гостиной. Садитесь, я скажу ей, что вы пришли. Она придёт как только сможет. Я просто поздороваюсь с Винни, а потом пойду на заседание совета. Теперь я ненавижу этот дом. Садись. Ненавижу приходить сюда. Если бы не Орин, я... Почему она держит его здесь в заперти? Так вот, почему ты сердишься на неё. Не будь глупым. Я просто думаю, и я скажу ей это в лицо, что она плохо влияет на Орина. Порой он меня пугает. И Винни. Я видела, как она на тебя смотрела. В ней есть что-то наглое. Слушай, если ты будешь так говорить... Тебе должно быть стыдно, Хейзл. А мне не стыдно. Я заставлю её, чтобы она позволила ему навещать нас. Это отличная идея. Ей тоже нужно отдохнуть от него. Винни так не думает. Но я возьму Соли на обещание, что он придёт к нам завтра, что бы она ему ни сказала. Не сердись из-за пустяков. Я помогу тебе добиться своего с Винни. Господи, я сделаю всё, чтобы помочь тебе в твоём стремлении заботиться о нём. Пока Винни опекает его, мы не сможем пожениться. Ты правда хочешь жениться на ней? Почему ты задаёшь этот дурацкий вопрос? Не знаю, Питер. Да что, чёрт побери, на тебя нашло, Хейзл? Вот. Почему ты плачешь? Привет, Орин. Где Винни? Сет пошёл за ней. Я должен поговорить с Хейзл наедине. Хорошо. Тебе не придётся меня выпроваживать. Скажи Винни, что мне пришлось уйти, но я вернусь. Но это ненадолго. Слушай, Хейзл. Я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Возьми это. Не показывай ей. Я хочу, чтобы ты положил это в надёжное место, чтобы никто не знал, что это у тебя. Что это, Орин? Не спрашивай. Обещай мне не вскрывать его. Пока со мной ничего не случится. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду мою смерть. Орин. Или если она попытается выйти замуж за Питера, за день до свадьбы я хочу, чтобы ты дала Питеру прочитать то, что внутри. Ты не хочешь, чтобы она вышла за Питера? Нет. Она не имеет права на счастье. Она должна быть наказана. И... Хейзл. Ты не должна меня любить. Нет. Единственная любовь, которую я сейчас знаю, это любовь к моему греху. Ради греха. Что порождает очередной грех. И так всё глубже и глубже до самого дна ада. Ниже которого нельзя погрузиться. И ты покоишься там с миром. Орин, не надо так говорить. Я знаю, тебя что-то мучает. Я убеждена в том, что ты бы успокоил свою душу, если бы рассказала мне, что это. Да. Да, я хочу, чтобы меня простили. Я хочу признаться. Нет. Я не могу. Не проси меня. Орин. Винни сказала Питеру, что это. И что она сказала? Что ты поссорился с несчастной матерью в тот вечер, когда она... И как ты думал над этим, пока не возложил вину за её смерть на себя. Понятно. Поэтому, если я скажу тебе... О, она коварная. Но на этот раз её коварства не будет достаточно. Помни, что я дал тебе, и сделай в точности, как я сказал. Хейзл. Если ты любишь меня, помоги мне выбраться отсюда. Или случится что-то ужасное. Именно этого я и хочу. Приходи завтра и останься у нас. Ты можешь хоть на секунду подумать, что она отпустит меня. У тебя что, нет права поступать, как ты хочешь? Да, я могу уйти тайком, пока она не смотрит. А потом ты сможешь спрятать меня. И когда она придёт за мной, ты скажешь, что меня нет. Я не стану этого делать. Я не буду врать, Орин. Тогда уходи отсюда. Чтобы никто не видел, что я тебе дал. Иди домой спрячь это. Запри где-нибудь. Почему ты так боишься, Винни? Где Питер? Сет сказал, что он с вами. Ему пришлось пойти на заседание совета, он скоро вернётся. Он давно ушёл? Не очень. Но вы двое такие таинственные. Почему, Винни, с чего ты взяла? Ты что-то прячешь? Хейзл пригласила меня к себе. И я приду. Он придёт завтра. Ты очень добра, но он не сможет. Почему? Я не желаю это обсуждать. Орин взрослый человек, он может идти туда, куда захочет. Я прошу тебя не лезть не в своё дело. Это моё дело. Я люблю Орина. А вот ты его, по-моему, совсем не любишь, судя по тому, как ты поступаешь. Хейзл, ты говорила, что тебе пора домой. Думаю, будет лучше, если ты уйдёшь и позволишь мне самому разобраться с Винни. Хорошо, Орин. Мы ждём тебя завтра и приготовим для тебя комнату. Я надеюсь, ты понимаешь, Винни, что после того, как ты оскорбила меня, о нашей дружбе не может быть и речи. Что ты прячешь за спиной? Ты дал ей то, что написал? Отвечай. А что если дал? Ты предатель, ты трус. Отдай это мне. Ты слышишь? Винни, как ты смеешь говорить со мной таким тоном? Ты не покинешь этот дом, пока не... Орин. Подумай, что ты делаешь. Скажи ей, чтобы она отдала это мне. Нет. Будь благоразумен хоть на минуту. Ты не можешь так поступить. Ты Мэннон. Именно поэтому я так поступаю. Ради твоей матери не делай этого. Ты любил её. Какая теперь разница, не впутывай её. Ради меня, Орин. Ты знаешь, я люблю тебя. Скажи, Хейзл, отдать это мне, и я сделаю всё, что угодно. Всё, что ты хочешь. Ты серьёзно? Да. Дай мне это, Хейзл. Полагаю, нам тебя завтра не ждать? Нет. Прости меня. Орин, которого ты любила, погиб на войне. Помни его. А не его, гниющий призрак. Прощай. Прошу тебя, уходи. Ты понимаешь, что твоё обещание означало, что ты бросишь Питера? Да. И что ты больше его не увидишь? Да. Но как я заставлю тебя сдержать обещание, которое вытянуло из тебя силой? О, я знаю тебя, Винни. Ты всегда будешь думать, как бы нарушить его. Единственное препятствие на твоём пути – моя жизнь. Орин, не надо так говорить. Теперь ты на всё готова пойти, чтобы избавиться от меня. Я сказал, что знаю тебя. Но знаю ли? Порой мне кажется, ты вовсе не моя сестра. Или мать. Но какая-то незнакомка. С такими же прекрасными волосами. Может, ты Мари Брентон? А ты говоришь, что в доме нет призраков. Орин. Ты безумен. Винни. Есть только один способ выбраться из этого ада. Пойдём, признаемся и понесём наказание, и обретём мир вместе. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, ты трус. Не в чем признаваться. Это был акт справедливости. Слышите её? Лавини Мэннон сломать труднее, чем меня. Вам придётся преследовать и травить её всю жизнь. Ненавижу тебя. Я хочу, чтобы ты умер. Ты не имеешь права жить. Ты бы убил себя, если бы не был трусом. Винни. Я не шучу. Не шучу. Серьёзно? Ещё один акт справедливости. И сейчас это будет справедливо. Ты мать. Да, она говорит через тебя. Да, так можно найти мой остров. Мой затерянный остров. Смерть – это тоже остров покоя. Мама будет ждать меня. Мама. Ты знаешь, что я сделаю? Я стану на колени. И попрошу у тебя прощения и скажу. Я скажу. Я рад, что ты обрела любовь, мама. Я желаю тебе счастья. Тебе и... Адаму. Мама. Нет, Орин. Отойди, не мешай. Не видишь, мама ждёт. Орин. Это Питер. Молчи. Привет, Орин. Привет, Питер. Винни только что поссорилась с Хейзел. Она очень расстроена. Моя сестрёнка. Где она? Ушла домой. Винни, не обращай на неё внимания. Отведи её в комнату, успокой её. А я пойду в кабинет и почищу пистолет. Рад, что ты вернулся, Питер. Составь Винни компанию. Орин. Орин. Вот чёртов дурак. Решил поиграть с пистолетом в его состоянии. Что на него нашло? Питер, огними меня. Только любовь имеет значение, правда? Её цена не бывает слишком высока. Я должна обрести покой. Никто не имеет права лишать человека покоя. Может, не отобрать у него пистолет? Как это будет прекрасно, когда мы поженимся. Мы будем жить вместе в нашем доме далеко отсюда. Мы будем так счастливы. Я хочу быть счастлива, Питер. Я люблю всё, что просто, что тянется к солнцу. Всё ясное и здоровое. Я ненавижу всё тёмное и уродливое, что поедает само себя и умирает всю жизнь во тьме. Я не могу больше ждать и ждать и ждать. Орин. 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 Я пойду вышибу окно. Орин. Прости меня. Прости меня. Почему ты на меня так смотришь? Разве это был не единственный способ сохранить твой секрет? Я покончила с тобой. Навсегда. Я дочь моей матери, не тебя. Я буду жить наперекорд тебе. Винни, ты видела? Сет. Да. Возьми цветы и отнеси их внутрь. Я хочу, чтобы весь дом был в цветах. Винни, я видел, как ты сидела здесь на ступенях, когда я встал в пять утра. И так каждый раз с тех пор, как Орин. Ты что, совсем не спишь? Как ты думаешь, может мне притащить сюда Сафу, чтобы ты могла здесь полежать? Я жду Питера. Почему ты не говоришь мне, чтобы я пошла в дом и поспала? Ты понимаешь, да? Ты знаешь, что в этом доме, который построил дедушка, как храм, посвященный ненависти смерти, нельзя найти покоя. Не надо здесь жить, Винни. Выходи за Питера и уезжай отсюда. Я выйду за него замуж. И уеду с ним. И забуду этот дом. И все, что в нем случилось. Это другой разговор, Винни. Я закрою его. И оставлю его под солнцем и дождем умирать. Меннона будут забыты. Я последний. Это ненадолго. Я стану миссис Найлс. Тогда с ними будет покончено. Слава небесам. Винни. Хейзел идет. То, что я хочу сказать, не займет много времени, Винни. То, что Орин убил себя случайно, ложь. Я знаю это. Я думала, что ты будешь последней, кто будет обвинять Орина. Я не обвиняю Орина. Я обвиняю тебя. Ты заставила его сделать это. Что бы подумала тебе Орин, если бы он знал, что в день его похорон ты винешь меня в том горе, который постигло нашу семью. Хорошо, Винни. Хорошо, Винни. Я больше ничего не скажу. Но я знаю. И ты тоже знаешь, что что-то свело Орина с ума. Бедный Орин. Не надо. Извини. Я пришла поговорить не о Орине. Тогда зачем ты пришла? Поговорить о Питере. Оставь нас с Питером в покое. Ты не выйдешь замуж за Питера и не погубишь его жизнь. Не бывает этому. Ты не видишь, что втягиваешь его в этот ужас, чем бы он ни был. Нет никакого ужаса. Винни, ты должна быть справедлива к Питеру. Ты должна считаться с его счастьем, если ты действительно любишь его. Я люблю его. Вчера вечером он поссорился с матерью. Впервые в своей жизни. Он ушел из дома и поселился в отеле. Он сказал, что никогда не будет разговаривать с мамой и со мной. Ты изменила его. Мы всегда были так счастливы. Это разбило маме сердце. Она все время сидит и плачет. Винни, ты не сможешь. Иначе ты будешь наказана. Питер потом возненавидит тебя. Нет, ты хочешь его вынудить сделать то, что сделал Орин. Возможно, он это сделает, если узнает правду. Какую правду, глупая? Я не знаю, но ты знаешь. Загляни в свое сердце и спроси свою совесть перед Богом, должна ли ты выйти за Питера. Да, перед Богом, перед чем угодно. Оставь меня. Уходи, или я возьму пистолет Орин и убью тебя. Ты злодейка. Я так и знала. Винни, что сделала тебя такой? Уходи. Хорошо, я уйду. Но запомни одно. Ты обязана Питеру и должна дать ему прочитать то, что написал Орин в том конверте. Орин просил меня прочитать это, прежде чем вы поженитесь. Винни, я рассказала об этом Питеру. Я знаю, ты страдаешь. Я знаю, твоя совесть заставит тебя сделать правильный выбор. И Бог простит тебя. Я ни у кого не прошу прощения, даже у Бога. Я сама себя прощаю. Надеюсь, для добра где-то тоже есть ад. Продолжение следует... Продолжение следует... Мертвецы... Почему мертвецы не умирают? Продолжение следует... Винни, садись, Питер. Винни, ты выглядишь такой усталой. Ты не спала? Мы скоро поженимся. И первым же делом я увезу тебя из этого дома. Да. В нем не может жить любовь. Мы уедем и оставим его умирать. И мы забудем мертвых. Мы не можем уехать настолько далеко, чтобы я мог быть спокоен. Я ненавижу этот город и всех, кто в нем живет. Я никогда не слышала, чтобы ты так говорил. С таким отчаянием. Некоторые вещи приведут в отчаяние любого. Ты поссорился с матерью и с Хейзл из-за меня? Откуда ты знаешь? Хейзл только что приходила. Чертова дурочка. Зачем ей надо было говорить тебе об этом? Она не хочет, чтобы я вышла за тебя. Вот змея, какое право она имеет. Надеюсь, ты не придала ее словам большого значения. О, нет. У нее и у матери появились в голове какие-то дурацкие мысли. Ну, это пройдет. Если нет, я порвусь с ними. Питер. Да, я посмотрю на тебя. Ты начинаешь подозревать меня? Тебе интересно, что написал Орен? Конечно нет. Разве я не знаю, что Орен был не в своем уме? Ты клянешься, что не будешь меня подозревать? Ни в чем. Да кто я такой, по-твоему? Никто не помешает нам быть счастливыми. Ты не позволишь? Конечно нет. Теперь я рада, что уничтожила то, что написал Орен. Уничтожила? Я сожгла конверт, да. О, Питер. Я хочу, чтобы мы поженились прямо сейчас. Я боюсь. Ты женишься на мне сегодня вечером. Женись на мне сейчас, Питер. Я боюсь ждать. Но, Винни, мы не можем. Это... Это будет странно. В тот же день, когда Орен... Из-за уважения к нему... Не понимаю, почему ты так боишься подождать? Что может случиться? Что было в письме Орена? Что может помешать нам? Мертвецы встают между нами. Так будет всегда. Ты доверяешь мне свое счастье. Но это значит доверять мертвецам, Мэннонам, а им нельзя доверять любовь. Я не смогу вынести такого взгляда, который наполняется гневом, прямо как сейчас у тебя, которым отражается боль от раны, нанесенной доверием к жизни. Я слишком сильно тебя люблю. О чем ты говоришь, Винни? Зачем ты сожгла конверт? Я вынужден думать, что там было... Нет, ничего нет. Не думай об этом, пока не думай. Я хочу немного счастья. Я заслужила его, я достаточно сделала. Послушай, Питер, ты можешь быть сильным, простым и чистым. Можешь забыть грехи и увидеть, что любовь прекрасна. Обними меня крепко. Ты так хочешь меня, что убил бы любого, чтобы обладать мной. Наша любовь прогонит мертвецов. Она с позором прогонит их обратно в смерть. Люби меня, Адам. Адам. Почему я назвала тебя Адам? Я никогда не слышала этого имени, только из Библии. Всегда между нами встают мертвецы. Винни, твои слова это какое-то безумие. Ты не понимаешь, что говоришь. Я не могу выйти за тебя замуж, Питер. Бесполезно пытаться. Ты больше не должен меня видеть. Иди домой. Помирись с мамой и сестрой. Женись на ком-нибудь. Я не могу любить. Винни, что заставило тебя так измениться? Это то, что написал Орин? Что это? У меня есть право знать. Он вел себя так странно, когда говорил об островах. Это имеет отношение к тому туземцу, к Авахане? Питер. Хорошо. Если ты должен знать... Это был Авахане. О нет, Винни. Ты не могла, и я не верю. Почему не могла? Я хотела научиться любви. Любви, которая бы не была грехом. Это правда, говорю тебе. Мама и Хейзл были правы насчет тебя. В душе ты злая. Неудивительно, что Орин убил себя. Надеюсь, ты поплатишься за это. Я... Питер, это ложь. Я не делал этого. Прощай, Питер. О, Шинандоа. Я так хочу услышать шум твоей воды. Моя быстрая река. О, Шинандоа. Я не могу быть рядом с тобой. Мое место не здесь. Нет, Сет. Сейчас мое место здесь. Пока не умрут Мэнноны. Винни. Не ходи туда, Винни. Не бойся. Я не пойду по пути мамы и Орина. Я никогда не уеду отсюда. И не буду ни с кем встречаться. Я проживу жизнь одна. С мертвецами. И буду хранить их тайны. И позволю им преследовать меня, пока я полностью не расплачусь за проклятие. И пока последний из Мэннонов не умрет. Я знаю, они проследят за тем, что я буду жить долго. Мэнноны нужны, чтобы наказывать самих себя за свое рождение. Да. Я ни слова не слышал из того, что ты сказала. Теперь иди и закрой ставни. И хорошенько заколоти их. Да. И выбрось все цветы. Да. Да. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...